Причастие И past participle Причастие прошедшего времени Давайте рассмотрим их подробнее Present participle или participle one Образуется с помощью добавления окончания ing к глаголу Например, reading, smiling Present participle соответствует русскому действительному причастию Идея причастия несовершенного вида Например, reading, читающий, читая Smiling, улыбающийся, улыбаясь Past participle или participle two Образуется с помощью окончания id Или третьей формы неправильных глаголов Например, opened, made, written Past participle соответствует русскому страдательному причастию совершенного вида Например, opened – открытый, made – сделанный, written – написанный Английское причастие обладает свойствами прилагательного, наречия и глагола A broken cup lay on the floor Разбитая чашка лежала на полу Broken – это причастие He sat at the table, thinking Он сидел у стола, задумавшись Thinking – это дея причастия They passed me, talking loudly Они прошли мимо, громко разговаривая Talking – дея причастия Рассмотрим случай употребления причастия в роли определений Причастие первой или present participle Говорит о человеке или предмете через его действия Например, a dancing girl – танцующая девочка Falling snow – падающий снег An interesting book – интересная книга То есть вызывающая у нас интерес Причастие второе или past participle Характеризует чувство человека, которое вызывает предмет или явление Например, a bored man – скучающий человек То есть ему скучно I'm interested in sports – я интересуюсь спортом Спорт вызывает у меня интерес Давайте сравним употребление причастий настоящего и прошедшего времени Сравните предложение I read an exciting story yesterday Я прочитал захватывающий рассказ вчера I was excited after reading that story Я был в восторге после того, как прочитал тот рассказ В первом случае рассказ вызывает у нас положительные чувства Поэтому употребляется причастие настоящего времени present participle Во втором предложении мы говорим о своих чувствах И употребляем причастие прошедшего времени past participle Давайте потренируемся Какое причастие нужно употребить в следующих предложениях She was tired или tiring after a long working day He had a tired или tiring day Переведем первое предложение Она устала после длинного рабочего дня Устала говорит о ее состоянии, чувствах Значит, нужно употребить причастие второе Tired She was tired after a long working day Второе предложение переводится У него был утомительный день Утомительный день – это день, вызывающий утомление Это действие предмета В этом случае нужно употребить причастие первое He had a tiring day Подведем итоги